И всем привет, ребят! С вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно продолжению анонсов от Ореха. Вчерашний видеоролик довольно неплохо зашел вам и показал очень неплохие цифры относительно того, что у нас было за последнее время. Ну и, соответственно, сегодня мы вместе с вами разберем еще одну подтему, и она будет связана с балансом определенных вооружений. К сожалению, не так много информации в этом плане, хотя я, если честно, еще как минимум по двум пушкам увидел интересную инфу, но... Не знаю, может быть в этом видосе что-то скажу, но сегодня как минимум мы поговорим об одной пушке в целом. Да, которой я уже не знаю, ну, 40 тысяч лет говорил и в видосах, и на стримах о том, что надо что-то с ней сделать, что это вообще полная шляпа, что супер мусорная пушка может уносить все подряд, и на ней вообще не надо уметь ничего делать. Ну и также есть еще информация по поводу одного устройства, насчет которого говорили, что, мол, это устройство точно должны занерфить, но я говорил о том, что, скорее всего, такие устройства не будут нерфиться, все-таки они связаны с вашим личным скиллом, и если у вас скилла нету, то вы на этом устройстве все равно ничего сделать не сможете. Если вам нравятся подобного рода видосы, и вы хотите третью часть с орехом, с его анонсами, то обязательно поддержьте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарх сайлов на 20 тысяч тонкоинов, для этого срокировки в аккаунтике выставить ему личный такт, такт, мп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней темы, видос у нас, наверное, сегодня будет, ну, довольно-таки такой быстрый, но с очень любимой моей замечательной пушкой Теслой, которую, наконец-таки, наконец-таки Орех сам официально сказал, что будут нерфить, переделывать и менять ее в балансе. Мы с Теслой сделали лучше, внезапно из полного анскила, ну, в принципе, я об этом говорил, то, что это максимально мусорная бездарная пушка для тех, кто вообще не понимает, что делать в этой игре, да, и кто просто берет и зажимает пробел и может нагибать, ну, практически любого, да, игрока, просто за счет того, что он зажмет кнопку, и вот Орех говорит, что из полного анскила придется соображать, где и когда шар ставить, иначе будет очень тяжело, то есть поменяется полностью механика этой пушки, и она будет зависеть от шарика, то есть, скорее всего, без шарика уже не будет возможности наносить постоянный урон, ну, либо же каким-то другим образом это все дело будет работать, но в любом случае, в любом случае, при любом раскладе я очень сильно рад тому, что меня, в принципе, услышали, ну, понятное дело, что это как-то долго, все, конечно, дело происходит, но услышали, и Тесла будет полностью переработана механика пушки, ну, и, соответственно, с ней уже не будет возможности играть каждому крипу, который, просто зажимая кнопку, может уносить оппонентов без шансово. Планы на Теслу знаешь, осталось дождаться очереди разработки, это в вопросе, когда выйдет ее нерв, то есть, дождаться очереди разработки, то есть, месяц, два, три, пять, десять, ну, все как всегда, короче. То есть, мы просто ждем, но уже имеем информацию о том, что эту замечательнейшую, мою самую любимую пушку убьют в хлам, надеюсь, просто в мусорку выкинут эту Теслу, чтобы она вообще ничего не могла сделать в матчмейкинге, и тогда это будет просто превосходно. А, также, помимо Теслы, что я видел? Я видел то, что у нас будет какое-то интересное изменение с молотом, да, здесь, ну, в принципе, не будет информации, но это от Ореха инфа все равно. Будет интересное изменение с молотом, и Орех обещает, что в матчмейкинге будут большое количество молотов играть после этого обновления, не знаю, что с ним произойдет, то ли устройство какое-то выйдет интересное, то ли по балансу сама пушка станет интереснее работать, и также видел еще информацию по поводу рикошета, о том, что Орех говорит, что почему на нем никто не играет, по типу того, что он уже находится в хорошем балансе. Возможно, с ним тоже какие-то изменения скрытые происходят, и в будущем, либо уже, есть тоже положительная ситуация с этой пушкой. Но я на рикошете, честно говоря, в последнее время вообще не играл, и, в принципе, довольно редко сейчас играю, как вы видите. Но, в целом, изменение баланса потихонечку происходит, ну, и самое главное, очевидно, что эту Теслу нерфит, и я этому очень и очень сильно рад. Ну, и еще одна информация, которая, как вы знаете, для меня всегда является интересной, это вакуумный страйкер, да. Это тот страйкер, который, ну, наверное, за последнее время на стримах мелькал в 90% случаях. Это то устройство, которое я очень сильно люблю, и которое мне безумно сильно нравится, с точки зрения геймплея и его возможностей. Ну, и мне многие ребята говорили, что, мол, это устройство дисбаланс, его занерфят, а я говорил, что это устройство абсолютно балансное, и не любой игрок может на нем показывать хорошие результаты. Ну, и Орех, в принципе, подтверждает эту всю информацию, говоря о том, что вакуумный страйкер в одном бою пытался мне доказать, что его надо нерфить, но он пытался. То есть, по сути, Орех согласен с моей точкой зрения, то, что это устройство находится в балансе, и то, что только лишь сильные игроки могут его грамотно реализовать. В принципе, в моем понимании, так должны работать практически все устройства и пушки, то, если ты умеешь играть, ты можешь реализовать. Не умеешь играть, ну, значит, даже на Тесле играть не сможешь. Бери там свой Твинс, зажимай кнопку, либо там бери свой Вулкан, зажимай кнопку, и только вот на таких пушках ты сможешь что-либо сделать. Ну, либо там, не знаю, Продув какую-нибудь возьми, Продува, хотя есть игроки, которые из Продува ничего сделать в целом не могут. В общем и целом, что мы можем сказать по этому поводу? Можем сказать, что изменения в балансе будут, изменения в балансе будут в положительном ключе, да, и как минимум, да, как минимум, какие-то пушки будут баланситься в лучшую сторону, а какие-то будут, как им нужно было уже давным-давно, убиваться просто в хламину. То есть меняться баланс будет с точки зрения скиллозависимости, да, и очень круто, что Орех это понимает, да, он понимает. Вопрос, почему это все дело происходит настолько долго, и почему, например, эта Тесла, которая уже нагибает, ну, я не знаю, сколько времени, да, ну, год последний может точно, да, то есть находится в нереальном балансе эта пушка, потому что, ну, на ней ничего делать не надо, уметь, да, и ты можешь супер жестко нагибать, но эти обновления доходят спустя только лишь в какой-то длительный период времени, да, но надеюсь, что это все дело дойдет совсем скоро, и мы сможем уже увидеть новый замечательный баланс, а я запишу какой-нибудь контентчик с этим всем делом. Пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно проявляйте максимальную активность на данный видос, так как у нас осталась еще как минимум одна тема, которую мы не раскрыли. Эта тема связана с киберспортом и с, ну, около вообще киберспорта, да, и это тоже информация от Ореха. Если вам эта информация интересна, и вы хотите увидеть еще один видос, то проявляйте максимальную активность, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, поддержите видос лайком, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!